Короче, не стала я их есть, хоть они и веган даже. Мне всегда казалось, что если веган, то это что-то будет здорового питания. Но, в принципе, они не наврали это явно веган, потому что у нас пластмасса с красителями – это тоже веган. Там же не убивали ради неё животных. Точнее, не испытывали на животных. Вот. И не добавляли сюда животный жир, просто на неживотном жире и всё. Ой, жире, желатине. Поэтому это вообще конченая пластмасса. Не рекомендую. Ну, вот мы и попали в снежную зиму. Едем-едем, я так осмотрю в окно. 10-15 минут. А что поменялось? Да, думаю, что-то поменялось, что происходит. И потом такая, а, снег, снег, снег. Пуша Сань такая, ахахаха. Ты видишь, у меня не глюки. И всё. Дальше всё. Такой ничего не видно теперь, этого волшебного снежного леса. Ну, ладно. Прикинь, если потом мы приедем, а там всё снегом замело. Там всё в снегу, всё в снегу, всё в снегу. Хочешь снег? Поиграться? Дали пять минут выйти. Дали пять минут выйти из поезда. Сною тайну. Потрогать снег и уйти. Это какой жилой пункт? Далее. Какой жилой пункт? Да, Роман. Да, Роман. Да, Роман. А я сейчас... Божьи. Подожди! на разгон хашури все в снегу в общем мы решили не идти на концерт точнее получается какой-то концерт уже по счету ну не году а за последний месяц ну если не календарный считать вот и мы уже такие ну у нас получается вот мы приехали с александра софина в тбилиси вот он был первого и потом у нас вот сегодня четвертого у нас должен был быть еще один концерт но уже таких мелких получается исполнителей в общем камерные такие концерты вот скрипачком который мы уже ходили в принципе нам все понравилось там электронная музыка по сути вот и прошлый раз мы ходили там были мировые хиты рок-музыки на скрипке а сегодня должны были быть как-то заставки к саундтреки да саундтреки к фильмам ну вот вот мы поняли что у нас какая-то уже такая прям загруженность впечатлениями получается и как бы концерты и еще и по тбилиси мы много гуляли 24000 шагов в угол если быть точным мы как бы и физически устали уже эмоционально устали вот и еще страх того что может не понравится потому что мы были все-таки на александра софина а там были оркестр живой оркестр живой не электронный вот и это было буквально несколько дней назад и сейчас мы придем на электронную одну скрипачку боюсь нам не очень понравится а еще это опять в ресторане и то есть это ужин у нас опять будет не дома а может что-то подзадолбались еда то есть еда вне дома тоже нам надоело вот короче мы решили не идти вот а еще мандарина за 10 рублей километров да ну мы все съели естественно уже осталось два грамма они поменьше чем обычные но по вкусу они такие же кисло-сладкие насыщенный вкус косточек мало не то чтобы прям почти нет не встречаются одна косточка на мандарин чистится удобно без всяких там белых весело то есть в общем уровня марокканских просто маленькие и 10 рублей килограмм просто не верим в это пожалуйста мы такие вчера такие 50 0,5 получается 50 тетри 50 тетри мы такие 0,5 лари мы такие стын такие точно не 5 это за килограмм да просто в россии часто бывает такое что пишут там за 100 грамм цену или еще чем-то ну на дорогих каких-то фруктах или там еще чем-то могут писать там сцену за 100 грамм им такие за килограмм да то есть ну даже не за 100 грамм да ну как бы за 100 грамм даже была бы нормальная ну ладно да мы еще думаем что у нас в поезде решили мандаринами угостить пожилая парня против нас ехала да да так если они бесплатные считай да у них то может и бесплатно у них может с огорода они может ехали какого-нибудь может их столько что да еще к нам получается хозяева квартиры хотят в гости прийти получается там чай попить там и так далее не сказали что вот принесут нам мандаринов вот такие ну похоже и мешок принесут вот такая страна это вообще ну бесплатно если мандарина блин ну серьезно блин мы удивлялись персиком по 60 рублей по 30 по 30 да это где-то если дорогие места там туристические там 60 были в туристических местах а если где-то ну где туристы далеко не близко где мы живем после нашего дома да ну 30 полтора лари килограмм персиков вот ну нормальных вкусных классных персиков вот мы вспоминаем что в России даже в сезон никакие фрукты даже местные не могут стоить дешевле старого года да да даже яблоки блин ты найдешь яблоки ни сливы ничто да при том что они будут местные местные если яблоки там сливы будут местные то они будут ну рублей на 5 на 10 дешевле импортных их все равно будут брать саму что ну 5-10 рублей для россиян это ну как бы деньги экономия существенная поэтому люди и так будут брать а то что они должны стоить вот 10-15 рублей за килограмм конечно блин и там говорят грузоперевозки и так далее что это дорого капец ну окей а в местности где вот они блин на соседнем поле растут что-то тоже нихрена не дешевле ну вот или там вот местное молоко в Питере местное молоко оно не стоит на 10-20 ну точнее ну стоит вот на 10 рублей дешевле чем остальное все молоко но это те же 90 рублей блин вот когда мы уезжали вот получается до войны 50 был сейчас получается уже там 60-70 вот это пискаревское молоко ну вот пискаревское молоко дешевле да и когда мы были в татарии ну вот она автономность республики да там было вот получается если ты берешь какой-то получается как это назвать ну не импортное оно же все равно наше я имею ввиду этот какой-нибудь там домик деревни или простоквашина ну то есть она так же будет как по всей России цена то есть в среднем там 100-110 рублей за литр а местное молоко татарское оно будет получается 30 рублей мы брали ну когда уезжали там вроде в районе 40 уже было вот цена поднялась вот а так когда мы приехали он то есть получается где-то уже полтора года назад было 30 рублей за литр молока вот местного ну блин так и должно быть но почему-то оба не не так во всей России оно так не работает вот такой пипец короче надо сходить еще килограммов несколько килограммов взять ударил не надо перебирать в смысле стухнутый он уже все сожрал стухнут в животе мама твоя бы два ящика взяла бы уже варенье варила засаливал это интересный эксперимент да уже бы там все эксперименты интернетерские перепробовала вот такие дела что там еще должно быть по сезону вот только фейхую я не могу найти нормальную по сезону ну как бы сезон ее видимо турецкую не завозят только местные я не знаю может это турецкая такая ну в общем фейхуа она хреновая здесь капец я не могу найти нормальную если знаете кто-нибудь где продается нормальная фейхуа я с радостью пойду и куплю пишите мне комментарии я пойду и куплю вот килограмм сразу хотя может быть понятие нормальное для всех относительное вот ну в общем в России фейхуа была в разы вкуснее чем здесь вот хотя это пипец как удивительно мы еще ничего не ели так чтобы оно было в России вкуснее чем здесь вот ну и с овощей и фруктами все вкуснее здесь и дешевле в разы фейхуа конечно дешевле но она какая-то недоспелая вот хотя уже сезон в самом разгаре грузинский сезон в самом разгаре короче и я хотела нажраться фейхуи в итоге нажрут с мандарином замещений так ну вроде я все хотела что сказала что хотела то сказала ну ну Субтитры сделал DimaTorzok